Вера, ты полноправная хозяйка своих энергий, и любой, кто интерферирует с тобой, автоматически попадает под твой власть и становится твоим заложником. По моим командам в клетку будут притягиваться все, кто интерферирует с тобой. Время для них остановилось, не могут воздействовать на тебя. Я посчитаю от одного и до трех, и все ответственны за все невидимые спрятанные подключки импланты. Все невидимые спрятанные сущности подселенцы из любых других миром инородные проявляются в клетке силой моего намерения. Один, два, три. Два канала четко вижу. Подожди, сканер сейчас работает. И усиливаем сканер в сто раз. Один, два, три. Пошел свет. Четко проявляет все каналы, все подключки. Любой демонической сущности, любой космической сущности, все, что инородное находится в биополе, веры, подсвечивает вера изнутри. Один, два, три. Пошел свет. Демониака в ногах. Рептилоиды. И все сущности на счет три с силой моего намерения притягиваются в клетке. Каждый в свою, согласно своей чистоте, согласно своему каналу. Один, два, три. И каждая сущность в клетке оказывается дополнительно в клетке, соответствующей ее частоте. Один, два, три. У нас какой-то рептилоид. У нас зверевший какой-то рептилоид. И в моих руках появляется огромный шар энергии. Один, два, три. Я его включаю на полную мощность и бросаю этой мрази в рот, в глаза. Куда попадет? Один, два, три. Пошел удар. Поток свет сжигает любую защиту этой мрази. Ай, он агрессивный такой. И подхожу и начинаю бить на его частоте своим копьем. Пять раз, пять ударов пошло. Пошли удары. Пятьсотый уровень он. И направляя на него свой щит и включая печать семи архангелов. Один, два, три. Пошел свет. Сжигает любую его защиту и уменьшая рептилоида в три раза силы моего намерения. Один, два, три. У него хвост. Сейчас он как замер. И бью его копьем три раза по хвосту. Пошли удары копьем на частоте рептилоида. Угу, успокоился он немножко. Если он не будет отвечать на мой вопрос, я начинаю моментально на него воздействовать. Если он будет на нас воздействовать, я начинаю моментально его сжигать. Воздействует? Угу. И я включаю. В моем третьем глазу формируется мощнейший поток божественной энергии. Один, два, три. И свет пошел на него до тех пор, пока он не начнет дымиться. Удар. Он орет прямо в клетке. Он борзый такой. Агрессивный. Хорошо. Он сегодня в галактическое ядро уйдет. Свет еще идет? Да, останавливай. Стоп. Камикадзе какой-то он. Так. Рептик. Смотри сюда. Открывается перед клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Он видит его? Да, он его видит. Он знает, что это такое? Он хочет туда? Тебе факт показывает. Факт он мне показывает. Он камикадзе какой-то. Будем уничтожать. После того, как отключим, заберем всю энергию. Хорошо. И рептилоид замер. Один, два, три в клетке. Закрываю портал в галактическое ядро. Один, два, три. Так. Рептик. Какой уровень был, Вера? Ну, пятьсот идет. Но знаешь, вот сейчас информация идет, что это какой-то робот, как сказать. Робот военный. Робот военный. У меня второй канал еще есть. И это Грей. И Грей проявляется моментально в клетке. Один, два, три. Если я сейчас начну на них воздействовать, я их сожгу прямо на месте. Если они и проявятся. Это не Грей. Это еще один рептилоид. Два рептилоида пришло. Ну, получается, вот этот рептилоид. Все это голограммы, да? Или робот? Он не голограмма, он, ну как, робот военный вот такой идет. Я не знаю, он или дрессирован так, или же он вообще техническая конструкция. А ну, поставь рядом маячок. Если это органическая субстанция, загорится зеленый цвет. Если не органическая, загорится красный цвет. Один, два, три. Красный. И открывается портал в галактическое ядро. И рептилоид уходит в галактическое ядро. И этот робот на переработку первичной энергии. Один, два, три. Пошел туда нахрен. Нет, его надо, чтобы кто-то подтолкнул туда. И силой своего намерения, он, снимая любое сопротивление, он втягивается в галактическое ядро. Один, два, три. Пошла энергия. Засасывает его туда. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Подходим к рептилоиду. Считываем цифры над головой второй, который стоит. Один, два, три. Снимаются все маски, голограммы. Один, два, три. Рептилоид предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду. 402. 402. Он так глаза щурит. Смотри. Да. Значит, грей все-таки есть. Вот этот рептилоид, он вместе вот с этим был, да? Да. С собакой. С собакой, да, давай назовем его. Ну, а рядом грей. Рептилоид. И ниже... Какой-то чертяга, не знаю, кто он пока. Разберемся. Волосатый какой-то, в общем. Значит, рептилоид, робот, минус робот. Один рептилоид. Сколько грейов? Два или три? Ну, я вижу три. Так, грей проявились все. Один, два, три. Все органические загорелись зеленым цветом, подсветкой. Неорганические красным. Один, два, три. Тарелка и один горят красным, два зеленых. Так, подходим к тому, который собака искусственная. Открываем портал рядом. В галактическое ядро. Один, два, три. И неорганическая субстанция робот уходит в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Закрывай, опечатывай. Растворяй. Готово. Хорошо. Там спокойно в клетке сейчас, да? Да, спокойно. Грей, вот они обнялись. Да, пусть обнимаются. Я ощущаю, что трясутся. Да, сегодня пришел этот день. Я предупреждал сегодня этот день. Сегодня вы увидите галактическое ядро изнутри. Так, подходим к рептилоиду, сумасшедшему идиоту. Который там прилетел сюда. Он знает, куда он зашел? Я его знаю. Мы с ним встречались. Он глаза щурит. И я еще сейчас. Я сейчас ему шар отмана в рот заткну. И он будет гореть изнутри. Я еще раз спрашиваю, он будет отвечать на мои вопросы или нет? Он кивотнул. Так, когда ты зашел в это тело и почему ты зашел? За энергией он зашел два дня назад. Хорошо. Он видел манифест, который находится в биополе веры. И в этом манифесте стоит, что любой интерферент, который входит в биополе, отправляется в галактическое ядро на переработку в первичную энергию. Ты проигнорировал это, и сегодня ты будешь сожжен. Жаль, что ты так немного прожил, 402 номер. Не быть тебе полковником, судя по твоему рангу. Ну, а грей, правильно делай, прощайтесь. Так, переходим к следующей сущности, которая там сидит. Он говорит, что ты не можешь меня сжечь. Я не могу тебя сжечь, но я могу тебя порубать. И отправить на твою чистоту по кускам. Могу? Как ты думаешь? Молчит. Могу. Хоть я тебя не в галактическое ядро, а по частям отправлю. Будешь тебя сшивать. Твою дурную голову, рептилоидную. Которая не понимает, когда говорят, не лезь, не лезь туда. Будет больно. Вот сейчас ты полезешь, сегодня ты это об этом прочувствуешь однозначно. Так, переходим к этой сущности, которая стоит. Устанавливается пентаграмма перед сеткой. Один, два, три. Кто такой? Огненная пентаграмма включается. Сними маску с него. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой первым в данном виде. Бессиара. Бессиара. У нас сперва чувак с посохом появился, когда ты снял маски. Бессиара. Хорошо, бес уходит сегодня в галактическое ядро. Так, бес, кто тебя притянул сюда в это тело? Ты был уже здесь? Считай цифры над головой. Один, два, три. Двенадцать. Двенадцать. Это, скорее всего, демон. Демон, выходи, я тебя сейчас буду сжечь. Ну, он здесь. Проявись. Он проявился. Вот так ты сказал. Воздук крутит. Ты просто сказала бессиара, да? А он демон. Ну, да. Имя твое, демон. Говорит, зови меня Эдуард. Слышишь ты, Эдуард? Он ржет. Он ржет. Хорошо, молодец, красавчик. Я обожаю, когда семья ржут. Или со мной ржут. Хорошо. И активирую сейчас печать семья архангелов. Один, два, три. И направляю на него мощнейший поток божественной любви абсолютно. Один, два, три. До тех пор, пока он не начнет дымиться. И воздействуя на него своим копьем на демонической чистоте, я начинаю его резать. Один, два, три. Пошли удары. До тех пор, пока эта мразь не ляжет на пол. И не будет скулить о пощаде. И формируя огромнейший шар добра и любви отца. И бросая ему в клетку. Накрывает его полностью. Ослепляет. Забирает все его энергии. Но он лежит. Ему же не смешно или еще посмеемся? Нет, ему не смешно. Он пальцем наверх показывает. И там фантом вот этого чувака с посохом. Он к нему подключен каналом. Кто-то его послал. Вроде да. Давай сделаем так. Если они подключены сейчас каналами, то эта сущность притягивает и силой моего намерения в клетку. Один, два, три. Что ты хочешь притянуть его сейчас? Пусть приходит. Или он не приходит. Он, знаешь, он как фантом. Такое ощущение, что его здесь нет. Но вот он через вот этот темный мир, через подсылания разные, он... А фантом этот присутствует сейчас в этой клетке? Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. Если это не органическая субстанция, она уходит в галактическое ядро на переработку первичной божественной энергии. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Знаешь, значит, от этого фантома шла нить, как нить светлая к этому демону. А демона ко мне. И когда, значит, мы его выбрасывали в галактическое ядро, вот эта нить, она прямо протянулась за ним. И ушла вместе с этим фантомом. Отлично. Хорошо. Так и должно быть. Демон смешной еще? Ты что наделал, говорит? Я тебя уничтожу сегодня. Сегодня ты уйдешь вслед за этой нитью. Ты зашел туда, где убивают. Причем предупреждаешь, что убивают. Понимаешь? Ты зашел нас убивать. Я с этим не согласен. Мы будем убивать теперь тебя. Меняем правила игры. Ты не понимаешь нормального языка. Ты не понимаешь договоров. Ты смеешься, ты пришел похихикать. Я тебе показал сегодня, как будет проходить это хихиканье. И если у демона есть защита, она проявляется сейчас в клетке. Один, два, три. И подсвечивается ярко-красным цветом. Но вот эта защита была, вот это и была фантомом. Вот это и была защита. Все, у тебя защиты нет, демон. Направляй на него свой щит. И бью его божественным ударом. Семьи архангелов. Один, два, три. Пошел свет. Ну, его прибило к стенке, к самой дальней. Снесло этим светом. Вот так вот демон. И он, ну, рукой закрывает, рукой как, чем-то у него там, и кричит. Так, он будет кооперировать? Я спрашиваю один раз. Да, он будет. Все, стоп. Свет выключается. Так, у нас, значит, получается три сегодня камикадзе. Один сумасшедший демон без защиты 12 уровня. Один рептилоид 402 уровня. И два Грея. Так, переходим к процедуре реверса энергии. Если я замечаю какое-то воздействие на меня или попытку блокировать. Слышишь, вот этот демон, он такое ощущение, что вот он просит вот этой защиты опять. И опять появляется вот такое, как облако над ним. Хорошо. И ставим его в божественный свет, в колпак. Один, два, три. Пошел над ним божественный свет. Ничего, ни одна защита не может его пробить. Ни одна темная сущность не может пройти. Убери, говорит. Не уберу. Если твоя защита еще распаяется, я сожгу и тебя, и защиту вместе. И над ним устанавливается еще одна специальная защита. Вокруг него полностью не пропускающая никакой защиты, не защищающая его. Кивой с его игрой. Гром. Один, два, три. Свет убирается. Один, два, три. Хорошо. Переходим к процессу реверсу. У кого-нибудь есть вопросы? Ну, вот Демон говорит, первый раз такое вижу, что люди так реагировать могут. Ой, ты не представляешь, до какой степени я сейчас полон решительности. Поэтому я тебя очень прошу, следи за своим языком. Если ты что-то не то случайно скажешь, я могу действительно неправильно среагировать. Он говорит, поумнели за века. Вот, видишь. Переходим к реверсу. И я даю команды тонкой копии Веры спроецировать все энергетические и сферические... Пошел поток, усиливается в 50 раз. До последнего микрона, Вера. А пиши, кому идет что? Ну, вот смотри, к тому демону, ему идет энергия какая-то колючая, вот как ты говорил. Как я и говорил, да. Да, к нему вот какая-то такая энергия идет. Потрескивает. С ног она идет, это вот энергия. Значит, к рептилоиду идет грязная такая зеленая энергия. И серая идет грэем. Сера-голубая такая, темная. И они установили на спине что-то. Они отсасывали энергию. Считай информацию, когда была подключка совершена. Один, два, три. Два дня. Два дня назад. Когда? Во сне? Считай, да, ночью. То есть... Как они проходят во сне? Пусть объяснит. Как они минуют защиту? Ну, вот идет что-то, что они усыпляют. Могу понять. Бдительность. Бдительность или что? Усыпляют. Бдительность пошло. То есть они что-то усыпляют и проглазят таким путем. То есть контроль, бдительность. Не знаю, что... Так, я спрашиваю грэев сейчас. Пусть объяснят, если они хотят еще жить, как происходит этот процесс. Я слушаю. Я слушаю. Ну, вот когда человек не контролирует свое состояние во сне, значит... Сейчас, подожди секунду. Пусть мне лучше скажет, как это избежать. Меня это больше интересует. То есть, вот он показывает, что человек спит, да, защита стоит. Но человек не может контролировать и сразу почувствовать. То есть, когда он, как сказать, ну, днем, да, как не в спящем состоянии, он может почувствовать удар какой-то или холод или что-то. То есть он может почувствовать интерференцию. А когда он во сне, он этого не понимает. И им хватает этого времени, чтобы зайти там и обустроиться. Он говорит, что вы никак не можете избежать, потому что во сне вы как раз восстанавливаете свою энергию, и это наш шанс зайти и вот как раз эту энергию дать. То есть, свою энергию отдать, которую сейчас они забирают грязную вот эту. Значит, надо устанавливать фильтры, Греюшка. Фильтры надо устанавливать против вас во сне. Программу устанавливать, которая действует во сне. Вот как это решается, понимаешь? И мы будем это, скорее всего, тоже применять. Ну, вот он говорит, как ученый, я могу сказать, что мы развиваемся и мы будем, ну, опять же, делать попытки. То есть на все ваши технологии мы делаем свои, на все наши технологии вы делаете ответы. Вот так мы развиваемся. Ты понимаешь, что ты… И вы, и мы. Ну, да. Но, Дени, там есть другая разница, очень большая. Дело в том, что ты паразитируешь на моей энергетике, а я развиваюсь, выставляя защиту от тебя в моей энергетическом поле. Вот как я развиваюсь, и вот как ты развиваешься. Он говорит, я понимаю, я понимаю, но ваша энергия нам нужна. А мне не нужны Греи. Как мне теперь быть? Тебе нужна моя энергия, а ты мне не нужен. Вот как быть? Одно что-то должно уйти в галактическое ядро. И я не собираюсь. Какие будут предложения? Стой, думай. Так, Вера, что у нас там с реверсом? Они забрали свою энергию? Да, они все забрали. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Вера забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Вера себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Фиолетовая трептилоида. Скажи мне, что кто-то блокирует каналы. Никто не блокирует. От Греев почему-то желтая идет энергия. Залезли к тебе в живот, в чакру. Они там и установили что-то у тебя. Круглое. Они сейчас это будут убирать. А я на спине чувствую, я не знаю, в животе. А тебя сейчас будем снимать. Все, сейчас будем снимать. Обожаю эксперименты. Вера, я ученый. Ты понимаешь, дело в том, что я обожаю журналы про науку. Я поэтому считаю себя ученым. Они тоже себя считают учеными. Коллега он тебя называет. Коллега. Ты посмотришь, какой я коллега тебе сегодня. Сегодня будет шоу обалденное. У нас есть то, что у вас нет. У нас есть нравственность и мораль. У вас ее нет. Вот это нас отличает и делает нас высшими существами. Даже если мы на миллионы лет отстаем от вас в технологиях, мы все равно божественные существа, люди. И в нас живет частица Отца. Он говорит, кому нужна ваша совесть. Как раз мы этим и пытаемся. Вашими чувствами. Энергиями, которые... Даже не чувствами, а энергиями, которые вы получаете от чувств. Ты понимаешь... Они такие разнообразные, мы их собираем. Да, нет. Дело в том, что ты там упускаешь одну маленькую такую важную деталь. Она называется... Ты провоцируешь тело производить какую-то реакцию. Тело делает эту реакцию. Ты собираешь энергию. То есть ты причиняешь боль, собираешь в виде этой боли эту энергию. И ты мне хочешь о какой-то науке рассказать. Да ты тот же фашист, который сидел там в эту... Ты знаешь нашу историю? Ты знаешь, были такие, которые людей пытались, сжигали и так далее. А ты не лучше их. Для меня абсолютно никакого ты ценности не представляешь, как живое существо. Твои моральные... Ты ошибаешься. Ну, значит, хорошо. Только, к сожалению, ты никому это не сможешь больше рассказать. Уйдет сегодня один ученый. Одним станет меньше в мире грейф. Так, Вера, они забрали свою энергию? В смысле этого? Они отдали мне энергию. Да. Надо снимать. Все. И я даю команду. Вышли все из клетки и начали снимать. Если что-то будет оставлено в теле, я буду бить его моментально двумя миллионами герц. Это очень будет больно. Ну, кто-то хочет проверить, пожалуйста. Малейшая ниточка, малейшая... Вот. Ну, демон, ты в курсе. Я тебе сразу сказал. Все, что если ты сейчас обманешь, то до этого это так были. Как ты говоришь, мы игрались. Нам было весело. Не помню, кто-то из них пытается... Пытается что? Воздействовать? Да, не помню, кто-то. И кто на тебя воздействует, подгорается. Красным цветом. Один, два, три. Рептилоид. И огромный шар Атмана появляется в моих руках. Я подхожу к нему, открываю его рот и засовываю ему в рот этот шар Атмана. И держу его. Он начинает изнутри гореть. Из него идет пар, дым идет. Он начинает изнутри полностью гореть. Да, его трясет. Стоп, говорит. Стоп. И я забираю шар назад. Хорошо, я еще раз спрашиваю, что это было? Проверка. Семь ударов копьем в хвост на чистоте рептилоида. Пошли удары. Он хвостом пытается двигать, чтобы избежать ударов. И сейчас перед его клеткой появляются веды. Один, два, три. И я включаю на полную мощность веды. Давай почитаем, что там написано. Вера, описывай ситуацию. Но вот веды на него не сильно влияют. Идет информация, что должна быть правильная страница. Почему? Хорошо. И я даю информацию сейчас в энергоинформационном поле. И на счет три открывается именно та правильная страница, которая самый большой страх наводит на рептилоида. Один, два, три. Страница открывается и загорается. Ощущение, что у нас перед клеткой книга такая открытая. И написанные буквы, они горят светом. И этот свет идет на него и жгет его. О, как хорошо. Вот так и оставим. Обожаю новогодние елки. И сумасшедших скамикадзе рептилоидов. Я не понял. Ну что, на моё копье не среагировало? Я его не бил. Он хвостом отодвигает и копье мимо попадает. Ты его в хвост пытаешься бить, а он хвостом двигает. Хорошо. Я бью его в задницу. Семь раз. Один, два, три. Пошли удары. Сюда же я точно не промахнусь. Он подпрыгивает. Приятно. Как будем решать вопрос сегодня? Рептилия. Сумасшедшая. Как вы рептик, как вы Грей, как вам дали такого военного? Он же просто камикадзе. У него же вообще никакого. Ни чести нет, ничего. Он себя ведет как клоун. Мы видели таких высоких рептилоидов, и они так вели себя достойно. А это пришел какой-то клоун и пытается нам здесь что-то там возле виска крутить пальцем, хвостиком убирать. Рептик, смотри, что я сейчас с тобой могу сделать. Я могу тебя в два раза уменьшить. Один, два, три. И рептик стал в два раза меньше. Он говорит, убери этот свет, договоримся. А о чем я могу с тобой договариваться? Ты паразит. Нет, я пришел тебя уничтожать, выводить из тела. Что ты мне можешь предложить? Ты для меня вообще ничего ценного не представляешь. Кроме как ненависть, которую я испытываю к тебе за то, что ты влез в чужое биополе. И желание огромное наказать тебе и показать тебе, как работает мироздание, законы. Когда тебе говорят, не лезь, а ты лезешь. Убираю книгу. Один, два, три. Так. Хорошо. Они забрали все. Я спрашиваю еще раз. Вы вытащили все из тела? Нет, они не вытаскивали. Я даю команду всем выйти и вытащить все из тела. Малейшее воздействие на слипера. Или на меня. Заканчивать для вас реально плачевным. Я его протыкаю копьем. Пока я только колусь, я буду протыкать. У нас этот демон. Да. Он в двух колбах стоит. Это как? Ну, ты его закрыл. Вот здесь. Хорошо. И я снимаю колбы. Один, два, три. Предупреждаю демона. Малейшее воздействие. Я тебя ставлю уже не в две колбы, а в сто колб. Я отправлю тебя на дно океана. Понял? А он кивает. Все. Приступай. Вытаскивай все. Малейшая попытка поиграть. Или я услышу там смех какой-то странный. Доносящийся из твоего угла. Я, Надея, я к тебе подойду к клетке. Ну, он вроде как снял что-то, убрал. А мы сейчас проверим. Демон, я предупреждаю. Если ты сейчас, если тебя тряхнет в клетке после проверки. Все. Я после этого начинаю, включая свет, ставлю в тебя колбы. Я тебе такие вещи буду экспериментировать над тобой. Мало не покажется. Малейшая попытка обмануть наказывается. Это касается и Грей и рептилоидов. Поняли? Приступили. И дадите команду, когда будете готовы к проверке. Да. Эдуард. Есть такой анекдот, Эдуард. Я не слышал анекдот, Вера, про Эдуарда? Нет. Когда слониха сидит дома, и звонок в дверь, она открывает дверь, никого нету, смотрит, крутит головой, внизу стоит комар. Слон говорит, ты что хочешь-то? Она говорит, а слониха дома? Она говорит, нет ее дома. Ну, тогда передайте. Приходил Эдуард. Ну, вот этот Эдуард, я пока за ним смотрю. Он снимает какой-то носок. И знаешь, ощущение, что он мне ногу моет, вот как будто отмывает. Так, я спрашиваю, что ты сейчас делаешь, демон? Чищу присадки, говорит. А что это за присадки, которые надо чистить, смывать? Маячки какие-то. Это у вас новая фишка такая? Новые какие-то чипы? Маячки? Да. Нижний мир тоже развивается. Ну, понятно. Развиватели. Так, что у нас тут? Подожди, Грей. Ну, они мне со спины снимают. С плечи, со спины. Конструкцию. Аккуратно снимайте. Слушай, они еще из головы какую-то кастрюлю мне снимают. Так, что это за кастрюля была, я спрашиваю, Грей. Он говорит, что сбор энергии туда мы делали. Слушай, ну ты не офигел, чувак. Ты реально просто уже, реально перешел все границы. Ты забирал энергию слипера, в чьи работу входит бороться с вами. За это вы будете сегодня ужасно наказаны. Говорит, что это особая энергия. А знаешь, как она будет красиво гореть, эта энергия? Да, все сняли. Варьё, варьё серое. Так, все забрали, да? Так, делаю проверку. Вера, давай тебя сейчас, вот в этот момент уже закачаем. Сколько у тебя энергии сейчас? Потому что я уже сам напошли. Давай проверку сделаем, может, еще что оставит. И я включаю скэнер сейчас. И скэнер начинает вокруг тебя крутиться. Включаем его на полную мощность. И моментально просвечивается канал, если что-то осталось чужеродное в твоем теле. Вера, подсвечиваешь изнутри любой чужеродный артефакт или энергию. Угу, есть. Кто? Демон. И подходим к демону. Не понял, да? Я смотрю, ты. И по каналу демону. Пошел огонь, демон горит. Хватит, хватит, говорит. Это же не ад. Стоп. Может тебе солью насыпать в карман, а? Это что было? Сниму, говорит. Это что было сейчас? Попытка обмануть опять или что? Ничего, опять на тебя воздействует? Ну, говорит, забыл. Да не можешь ты забыть за два дня. Ты пытался обмануть, ты за это сейчас будешь наказан. Плащичок какой-то степает. Можешь мразь, лживая. Ты не забываешь, что мы все видим. Все забрал. Хорошо, Вера, давай проверим, сколько у тебя энергии сейчас? Один, два, три. У меня двести. Хорошо, Верочка, сколько называет цифры? Ты будешь закачивать? Конечно, тебя сейчас закачаем сразу. Вот, или тебе хватит двести ударов, или ты хочешь быть я чистым после удара закачал? Мне двести хватит, давай. Хорошо, все. Давай тогда делаем следующее. И блокируй все каналы, предлагай тонкие копии Веры, поменять полярность всех подключить к чиповым датчикам, плантовых конвекторов и нанести импульс высокоаберационного шокового удара по этим чипам и датчикам. Мощным шоком импульсом в один миллион герц. Кого тряхнуло? Демона. Так, все, подхожу к демону, активирую свою печать семи архангелов на щите. Один, два, три. Пошел мощнейшим ударом. Бьет его, он отлетает к стенке. И только выключу, когда от него пар пойдет. И включая над ним поток божественной энергии отца. На него пошел мощнейший поток. Придавливает его, расплавляет. Один, два, три. Демон начинает плавиться. Любая щита сгорает. Останови, мне и так попадет за то, что меня обнаружили. Стоп. Это что, для меня является каким-то аргументом? Меня там ждет наказание, говорит. Да ты здесь нас наказывал. Ты сейчас цену получаешь за это наказание. Что там будет с тобой, это твои проблемы и ваши проблемы. Будете приходить дальше, будет дальше сжигать. Никаких проблем. Так и передай в свои мира. Я вчера говорил вашему номеру 5, 78-герцовому. Кстати, который тебе давал защиту. Это идет война против нас. Я это уже воспринимаю как нападение на нас. Я это воспринимаю как лично. Вы захотели воевать войну, значит будем воевать. Вы хотите сжигать? Жгите, я буду сжечь вас. Все. Вот так вот. Никаких с вами возможностей договориться нет. Я это уже понял. Поэтому вот такая реакция. Ты понял, демон? Эдуард. И теперь метнулся быстренько и вытащил, что-то там еще оставил. Снял. Блокирует все каналы. Предлагает он какой-то веры поменяет полярность. Всех подключить чипов и датчиков. Импландовый конвектор. Вы нанесли импульс высокоэбберационного шокового удара. 1, 2, 3. Пошел удар. Кого тряхнуло? Мне почему-то кажется, Греем трясет. Первый раз на демона как-то сконцентрировалась. И сейчас я спроецирую все каналы, которые еще активны. Греем, они начинают гореть ярко-красным цветом. Если подключка существует. 1, 2, 3. Греем есть канал, да. Остальные отпали. О, Греешки. Ну что, придется вас наказывать. Активирую свою печать семи Архангелов на щите. 1, 2, 3. Пошел мощнейший удар в Греев. Размазывает их и выносит просто по клетке. Придавливает, обжигает. Получает страшнейший удар. Сберем, сберем, останови. Ничего я не остановлю. Я три раза говорил, вы не поняли. Стоп. И каждого из этих идиотов подхожу и бью копьем. 1, 2, 3. Пошли удары на частоте Греев. 1, 2, 3. Второй удар. Поняли. Ничего ты не понял. Вытаскивай быстро. Где осталось, Вера? Ну, такое ощущение, что вот на спине болты какие-то остались. Ага, хорошо. И вот они их выкручивают. Один стоит с подносом, а другой выкручивает. И вот поднос на этот складывает. Слушай, они отморожены вообще уже в краю, я смотрю. Реально отморожены. Ценная вещь, да. Грей. Ценные вещи у вас там. Которые вы достаете. Имеет ценность для вас? Нет. Простые, простые держалки, говорю. Ну, отлично. Хорошо. Значит, если ничего не имеет цены. Все, достали. Все достали, Вера. И блокируй все каналы. Предлагаю тонкой копии. Вера поймает полярность всех подключек чипов и датчиков, имплантов и конвекторов. Нанести импульс высокоаборационного шока. Удар в один миллион герц. Один миллион герц. Отстегнуть все каналы. Один, два, три. Удар. Стегнулись. Хорошо. Так. И подходим сейчас к Греям. И вот это все, что они доставали на счет три, устанавливается на них. Один, два, три. И я включаю на пол мощности. Пошел заряд. Все присадки включены на пол мощности. На каждой игре они посажены. Поровно поделено. Пусть они прочувствуют любовь мою к науке. Усиливаем мощность. Вера. Ну, они говорят, останови. Это не для нас сделано. Ну, а я думаю, для вас. Вот я сейчас буду разбираться. И еще усиливаем мощность, пока не пойдет дым. Угу. Трясет их. Ну, вот теперь стоп. И снимаются все присадки, все примочки, которые установлены на них. И устанавливается на рептилоиды. Один, два, три. Включай на полную мощность. Пошел удар. Прочувствуй. Нашу любовь. Иначе не поймет. У него, знаешь, лапы. Еще из живота есть лапы. А ты что? А что это за лапы из живота такие? А ну-ка, проявися. Кто там в клетке стоит? Один, два, три. Изменилось что-нибудь? Ну, это рептик такой. Рептик такой. Ну, хорошо. Может, тебе лапки заберем на память? Вообще, про, знаешь, комнату Трофеева. Делать в комнате диагностики. Там хвост рептилоида. Голова Грея. И так далее, и так далее. Потому что никак не получается объяснить этим сущностям, что они просто нарвались на войну с людьми. Музей. Музей, да. Музей боевой такой славы. Папа, знаешь, там, как рога вот такие у оленей делают. Так лучше вот такую козла. Олень-то никому ничего плохого не сделала. Этот делает. Так, что там с рептиком, Вера? Пересет его. Стоп. Пытается освободиться. Стоп, хорошо. Я вижу, ты тупо рыло, ты не понимаешь. Еще раз. Я не знаю, рептик. Ну, как с тобой поступать? Ну, что ты хочешь? Давай, говори. Я слушаю. Подожди, у нас здесь этот опять появляется. Кто? Демон? Да. Это защита, да? Давай опять ее. И открываем портал против часовой стрелки внизу. Один, два, три. Галактическое ядро. И вот этот, который просочился, эта защита, она проходит, уходит в галактическое ядро, сгорает на переработку в первичную чистую энергию, в божественную чистую энергию. Портал закрывается. Есть. Опечатывай, растворяй. Готово. Давай уберем этого демона или что? Потому что он постоянно... Хорошо, все. И открывается внизу портал в галактическое ядро против часовой стрелки. Один, два, три. И все присадки демона, которые есть, улетают в галактическое ядро на переработку в первичную энергию. Один, два, три. Все нитки, все эти присоски, все импланты, все, что он установил в теле, сгорает в галактическом ядре. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. И открываю рядом с демоном портал на его чистоту. Один, два, три. И он уходит на свою чистоту, засасывается туда, забывает дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, переходим к Греям. Готовы уходить? Да, они готовы. Хотите еще раз в гости прийти, я спрашиваю Грея? Нет. Я вас встречу по-настоящему, по-шикарному. И теперь подарок вам от меня. Открывается портал в галактическое ядро, и все ваши причиндалы, и все, что вы принесли, уносятся в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию. Все присадки, все примочки, все проводки, все улетает и сгорает в чистую, первичную, божественную энергию. Только ваша тарелочка остается. Вам ее разрешаю забрать. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Открывай наверху портал на их частоте. 1, 2, 3. И вышвыривай на их частоту. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Так, рептик. Тебя оставить в клетке? Мы пока будем дальше работать. Пару часов посидишь. Или как? Или что-нибудь предложишь? Нет, отпускай, говорит. И открывается наверху портал против часовой стерелки. Я предупреждаю, рептилоид. Еще раз я тебя увижу. Ты просто так от меня и отделаешься. И он улетает на свою частоту и забывает дорогу назад. Открывай, опечатывай, растворяй. И моим копьем ставь крест. Хорошо, Вера. Так, давай заправим тебя. Все. Ты готова? Давайте. Меняемся местами. Все. Все. Продолжение следует...